Судилище. Евангелие от Марка, 15 глава, с 1 по 15 стих. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский». Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, «Хотите ли, отпущу вам царя Иудейского». Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им, «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем Иудейским?» Они опять закричали, «Распни его!» Пилат сказал им, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали, «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву. А Иисуса, бив, предал на распятие. Размышления, часть первая. Истинный Агнец. Евангелие от Марка, 15 глава, с 1 по 5 стих. По закону Иудеи не имеют права приводить в исполнение смертный приговор. Поэтому они отправляют Иисуса к Пилату, римскому префекту Иудеи. Они понимают, что казнить его надо как можно скорее, потому что приближается праздник Пасхи, во время которого казнь будет невозможна. На суде Иисусу предъявляется множество обвинений, но ничего не отвечает на них. Во исполнение пророчества Исайи. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Исайя, 53 глава, 7 стих. Иисус хранит молчание, потому что пришел в этот мир не для того, чтобы доказывать свою правоту, но чтобы спасти людей от их грехов своей крестной смертью. Он истинный пасхальный агнец, совершенная жертва, принесенная ради прощения наших грехов. В каких ситуациях вы предпочли молчать? Как вы можете благочестиво реагировать на боль и страдания? Размышления, часть 2. Угождая не тому. Евангелие от Марка, 15 глава, 6 по 15 стих. Народ приходит к Понтию Пилату с просьбой отпустить одного из узников, как это было принято на праздник. Иудеи, требующие этого, предлагают таким образом убить двух зайцев, отправить на крест Иисуса и освободить вораву иудейского мятежника, поднявшего восстание против римлян. Пилат прислушивается к их предложению, потому что его больше всего беспокоит, как угодить Кесарю, римскому императору. Он не может допустить еще одного мятежа в Иерусалиме, ведь это может стоить ему карьеры. Так что перфект, озабоченный собственной политической репутацией, обрекает Иисуса на смерть. Но нам, вместо того, чтобы заботиться о своих или чужих человеческих интересах, следует помнить, что главное – делать то, что угождает Богу и прославляет Его. Когда вам приходилось переживать конфликт из-за выбора, кому угождать – Богу или людям. Как вы можете угождать своей жизнью больше Богу, чем людям? Молитва Господь Иисус, спасибо, что Ты еще раз возвещаешь мне слово о кресте. Если бы Ты не пострадал и не умер за меня, меня бы сегодня не было на этом месте. Помоги мне жить так, чтобы моя жизнь прославляла Тебя. Во имя Твое я молюсь. Аминь. Продолжение следует...